Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана. Сегодня у нас очередная дегустация. И мы будем пробовать красное вино из смеси сортов мукузани, мускатблау и ханка, урожая прошлого 22 года. Сразу вопрос, почему такая смесь? Да просто так получилось. Год плохой, урожай не очень, и примерно то, что в одно время собрали, то вместе смешали, потому что возиться маленькими баночками, конечно, можно, но не всегда на это есть время, возможности и желания. Поэтому смешали вот таким образом. Как всегда, кратенько о технологии. Я уже говорила в предыдущих роликах, что последние два сезона мы решили нашим винам не мешать. Стояло оно в доме. Вот один раз осадка сняли осенью, а затем стояло оно в деревенском доме неотапливаемом. Ну, там чуть-чуть подтапливалось, чисто, чтобы вода не замерзала. И все. Стояло до весны, даже до лета все еще бродило. Там, видно, заканчивалось яблочное-молочное брожение. Кстати, винный камень не выпадал. Вот. И летом, наверное, в июле мы второй раз сняли с осадка и уже разлили по бутылкам. Ну, и теперь вот одну из этих бутылок мы будем открывать и пробовать. Специально стоит два бокала. Пока я открываю, буду рассказывать. Дело в том, что мукузань обладает определенной кислотой и достаточно высокой. Тоже, что интересно, да, что все пищат, ай-яй-яй, какая кислая Изабелла, надо добавлять в воду. Какая кислая Молдова с какой-то, не знаю, кстати. Вот. Надо добавлять в воду. Ну, про мукузань никто так не говорит. На самом деле кислотность у него высокая. Сейчас мы про это поговорим. И специально два бокала будем пробовать из разных. И смотреть, как бокал влияет на вкус вина и на восприятие вот этой самой кислоты. Бокалы большого объема. Вот этот 700 миллилитров, этот, наверное, ну, может, чуть меньше, не знаю. Не замеряла, не пробовала. Запах уже чувствуется. А я только налила бокал. Наливаем второй. Сразу, пока еще не отставляю камеру, обращаю внимание на цвет. Цвет такой темно-бордовый. Но очень темный, прям вот очень-очень. Но это мукузань. Мукузань краситель, и поэтому цвет настолько плотный, что практически не просвечивается. Ну, мне, конечно, видно. Вам сейчас попробуем фонарик включить. И даже фонарик не пробивает этот. Ну, вот мне видно, опять же, вот, может быть, вот так. Камера может не показать. То есть очень-очень темная. Бокали потом тоже остаются такие яркие, следы красивые. Не знаю, будет ли видно вам. Чуть-чуть сейчас мы сфокусировать. Ножки здесь нереальные. Ножки красивые такие, сочные. Ну, и теперь пробуем. Как всегда, запах. Но этот я бокал уже поболтала. Поэтому пробуем вот этот. И они немножко разные. Вот здесь леденцы, вот здесь ягоды. Здесь тоже есть леденцы, но чуть-чуть отличаются. Вот если совсем вот рядом понюхать, то будет чувствоваться различие. Откуда леденцы? Леденцы – это мускатбал. По пропорциям, ну, наверное, было процентов по 40. Мускатбал Макузани, да, и немножечко Ханки. Ну, так, примерно. Я уже точно не помню. Все на глаз. Так вот, эти леденцы, они же прослеживаются в Голландии, да. Вот их же дает мускатбал. Такие леденцы дают мускатные синие сорта. Существует мнение, что мускаты долго не живут, мускатный аромат уходит. Особенно это касается синих мускатов. И делать их можно только в сладком варианте. Ну, в каком-то, да, с остаточным сахаром. Тем не менее, вот касательно конкретно мускатбал. Сегодня у нас на дворе 22 сентября 2023 года. Это вино было поставлено год назад. Тем не менее, леденцы слышны. И это при том, что эта смесь, все равно яркая вот эта нота, мускатбал, она слышна. Ну, теперь еще раз. Теперь еще раз взбалтем. Дадим ему подышать. Ну, аромат очень яркий. Темные ягоды. Причем такие, наверное, типа ерги, может быть, черные рябины, вот что-то такое. Леденцы и чуть-чуть копченая слива. Вот кто-то как-то говорил, что мукузань не дает копчености. Я как-то не могла почувствовать. Но вот в этом вине буквально недавно, мы его уже некоторое время употребляем, да, пробовали. И буквально недавно вот раскрылась эта копченая слива, такой чернослив. Такой вкусный. И вот чуть-чуть эта нотка копчености, такая очень приятная, в этом вине прослеживается. Ну, что ж, пробуем. Приятное легкое вино. Опять же, вот все то, о чем я говорила про запахи, оно же ощущается и во вкусе. Но ощущается достаточно сдержанно. И, конечно же, есть кислота. Но это, знаете, на уровне, при том даже вот знакомых, не о, кислая, а о, кисленькая. Вот такая вот приятная кислота ощущается. Именно та кислота, которая придает вину пикантность и придает живость. Ощущаются танины. И вот, что интересно, сразу, когда сделали глоток, их особо нету. А потом, когда мы уже проглотили, то по небу есть такое вот легкое ощущение стянутости. Ну, это танины, это терпкость, но для меня такая довольно приятная, потому что я много раз говорила, я не люблю танины в вине, вине они неприятны. И вот на сегодняшний день подобрать в магазинный вариант красного вина, который бы мне нравился, ну, достаточно сложно. Бывают образцы, вот классный запах, все хорошо. Танины нет, неприятно. Вот зеленая хурма, дубовая кора, все. Ну, не мое, это просто мои вкусовые восприятия, это не значит, что они плохие. Вот здесь танины есть, они так явно чувствуются, но они более сдержаны и вкупе вот со всем остальным, они в гармонии. По крайней мере, вот я это вино пью с удовольствием. И что интересно, когда вы делаете второй глоток, кислота становится меньше. И вот после второго глотка, в послевкусии начинает ощущаться вот этот вот копченый чернослив. Ну, теперь пробуем со второго бокала, дадим ему немножко подышать. Вот в этом бокале лично для меня кислота явно меньше становится, и вино такое более округлое. И вино приобретает такую более округлую форму. И даже, как мне кажется, ну, это мои ощущения, чуть мягче, чуть меньше чувствуется танины. Вот тут оно чуть-чуть более такое рисковатое, если это можно будет, ну, правильно назвать. То есть, если бы не сравнивал бокалы, сильно бы не почувствовал. Но когда есть возможность сравнить, то в этом явно мягче. Ну, такое кратенькое заключение. Вообще, вино это такой напиток, который зачастую требует какого-то гастрономического сопровождения. Вино не закусывают, вином запивают еду. И, собственно, вино часто подбирается именно под ту пищу, которую мы будем употреблять, планируем употреблять. Мы часто пьем вина вообще просто без ничего. Да, иногда мы можем бокальчик заужинаем, иногда мы просто ужинаем. Потом, например, идем уже вечером смотреть какое-нибудь кино и берем по бокалу вина. Так вот, с чего начинали, да, я говорила, что оно, ну, куза не кислое, да, и вино такое чувствуется кислинка, но это кислинка на том уровне, когда все равно вину ничего не надо. Эту кислинку не надо пытаться как-то маскировать, не надо пытаться как-то ее видоизменять. Хотя с кислотой замечательно работает соленый сыр, соленое сухое мяско, вот прям идеально. И в облах, просто идеальное сочетание, вот попробуйте, будете приятно удивлены. Ну, вот данный конкретный экземпляр, несмотря на все-таки присутствующую кислоту, я всегда подчеркиваю, что она приятная, потому что многие очень боятся, вот слово кислота, это прям как красная тряпка для быка. Не надо ее бояться, кислота вино украшает. Ну, разумеется, когда она в норме. Так вот здесь она настолько в норме, что это вино можно спокойно употреблять без каких-то вот гастрономических сопровождений, а просто вечером за приятным фильмом. И вот еще такой момент интересный. Ну, пока я же с вами говорю, я же немножечко пробую. В первых глотках я уже говорила о послевкусии, а сейчас добавляются еще вот эти леденцы. Вроде во вкусе их уже особо не чувствуешь, вот те, которые от мускат блал. А в послевкусии они есть такие вот интересные леденцы. Сложно, да, я во всех видео-то говорю, что сложно объяснять словами свои ощущения. Ну, я стараюсь. Касательно сортов, я уже говорила, что ханка здесь попала постольку-поскольку. Да, мускат блал мускатный, который вроде как не должен долго жить, но живет. Макузани, у которого высокая кислота, вот в сочетании с кем-то он шикарно себя проявляет, и эта кислота оказывается абсолютно не лишней. Если делать вино отдельно из Макузани, то, ну, как говорится, если вы боитесь кислоты, просто надо с ней работать. Напомню, виноками здесь не выпадал. То есть в теории, если бы сейчас было холодно, если бы была возможность переместить вино в холодное место, то у нас бы еще часть кислоты ушла, и оно было бы еще мягче, но, честно вам скажу, на наш вкус в этом нет необходимости. Вот вино, опять же, все, кто пробовал на уровень, о, кисленькая, то есть, ну, это приятная кислота. Макузани дает высокий сахар и высокую кислоту. И поэтому, если есть кто-то, кто дает не самый высокий сахар и низкую кислоту, то прекрасно их можно между собой сочетать и получать классный результат. Ну, о смешении мы с вами поговорим как-нибудь в отдельном ролике. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку «Счет», ссылка на каталог нашей стартовки награды и наши контакты. И до новых встреч! До новых встреч!